Еще сегодня утром было непонятно, кто же все-таки победит. Некоторые СМИ даже успели объявить о победе Бенни Ганса, основателя синебелого альянса и бывшего главы израильского генштаба. Однако Бениамин Нетаньяху недаром называют фокусником Биби. Даже в этой очень непростой ситуации он наверняка захоронит за собой кресло премьер-министра, поскольку заранее заручился поддержкой правых партий и представителей ортодоксов. И вот у этой правой коалиции в Кнессите уже 65 мест. Достаточно, чтобы сформировать правительство. Американский президент Дональд Трамп уже поздравил Бениамина Нетаньяху с переизбранием на рекордный пятый срок. Биби Нетаньяху, кажется, победил на этих выборах. Может, сейчас еще рано об этом говорить, но я слышал, что он одержал победу. Он замечательный союзник и друг. Я хочу его поздравить. Это была непростая гонка, но, похоже, Биби ее выиграл. Так держать. Теперь, когда Биби победил, я думаю, мы увидим серьезный прогресс в деле установления мира. Смотрите, все говорили, я ничего не обещал, но все-таки говорили, что мир на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной недостижим. Но я считаю, что у нас есть на это надежда. И она только укрепилась, когда Биби победил. Самые важные новости из Германии каждый будний день. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok